привет друзья еду на тренировку и хочу снять такое коротенькое видео тоже как бы в продолжение видеоролика моя тупость вам урок кто не видел я оставлю ссылочку в описании спасибо всем кто написал положительные комментарии с пожеланиями мне здоровья выздоравливания скорее шива очень приятно благодарен вам друзья а таких было очень много комментариев и поначалу я тоже думал что это серьезный такой надрыв разрыв тем более что через два дня вышло немножко кровяное кровяное пятно кровяной синяк и сейчас я хочу снять видео пояснить как что было дальше почему это произошло скажу сразу к врачам я не обращался у меня уже было такое раньше первые трое суток я естественно не тренировал грудные мышцы но их в принципе не нужно было тренировать и прикладывал два-три раза в день лед на 20-30 минут чтобы остановить воспаление и вы знаете что мой друг густаво бодел два раза был на олимпии третьем причем два раза подряд я всегда консультирую с ним по всем вопросам потому что из всех моих друзей спортсменов качков этот человек самый самый достигший высокого уровня у него очень много качественных знаний тем более что он представитель старой школы и как и я или я как и он точнее приверженец олдскульных тренировок тренажеры для девочек и для больных инвалидов никого из этих двух категорий не хочу обидеть так вот я сказал густаво как и что случилось что произошло показал и был очень сильно удивлен в душе конечно обрадован густаво вообще сказал что это не серьезная проблема не стоит обращать на нее внимание серьезного и пару тренировок можно конечно провести в более лайтовом режиме с меньшим весом на большее количество повторений что я и сделал я говорю а как же боли как же и возможность того что мышца разорвется еще больше но как я и думал в принципе это скорее всего не столько мышца была потому что вы видели это было в том месте где как раз таки грудная мышца крепится уже и естественно там происходит такое уплотнение очень мощная сухожилия я думаю что надорвал я как раз таки немножечко это место и почему это произошло я постоянно вам говорю о крепатуре о необходимости растяжки скорее всего я плохо растянул мышцу вечером после тренинга грудных мышц и на следующий день и как я вам раньше уже говорил мышца укорачивается если ее не растягивать если не придавать ей изначально эластичное состояние для чего и необходимо растяжка но только ни в коем случае не во время тренировки не перед тренировкой не между подходами а лучше всего это делать легко после тренинга и хорошо растягиваться вечером ежевечерняя перед сном это как раз таки снимет крепатуру снизит риск вероятность получения подобных травм и застрахует вас от того что ваша мышца укоротится и потом при легкой при привычной для вас работе может наторваться или даже оторваться что произошло конкретно в моем случае на самом деле я делал разминку и общую и мой косяк моя ошибка моя тупость в том что что это был первый подход в отжиманиях от брусьев а я могу отжиматься сам вешу под 120 килограмм могу повесить 80 килограмм на себя сделать 6 повторений поэтому я подумал что мой собственный вес будет являться в принципе разминочным что и соответствует правде данной ситуации но тупость в том что я всегда говорю не превращайте разминку в работу а я в первом подходе сделал зачем-то наверно потому что снимал на камеру хотел понтануться как и любой из нас и сделал 40 повторений сразу же в первом подходе естественно это было уже не разминка получилась работа и с этой точки зрения можно говорить что я не размялся что мне посоветовал густаво густаво мне посоветовал пить ибупрофен как бы снимать боль и в принципе продолжать тренироваться и уже на второй раз когда я хотел когда у меня была по плану грудная мышца я взял в принципе почти свои обычные рабочие веса естественно после разминки и при этом не чувствовал боль да я выпил аспирин я пил обезболивающее ибупрофен и в принципе очень хорошо прочувствовал грудные мышцы они у меня болели но болели нормально как после хорошей проработки после хорошей прокачки так что друзья все о чем я вам говорю в принципе соответствует истине и разминки о необходимости разминки когда люди говорят я никогда не разминаюсь люди лукавят все мы разминаемся потому что это все равно что к примеру ехать на механике в автомобиле да и переключаться с первой сразу на пятую нет в этом никакого смысла вообще но когда мы с вами разминаемся грамотно меня многие часто спрашивают почему я практически не отдыхаю между разминочные подходами да потому что это разминка к примеру как она у меня происходит если я хочу прокачать ну возьмем те же грудные мышцы да и хочу поработать 60 килограммами условно в каждой руке то как это происходит я беру гантели 50 процентов от рабочего веса дня то есть от 60 килограмм это получается 30 и делаю где-то 5-6 повторений замечаете 5-6 затем беру гантели 40 килограмм и делаю еще 45 повторений после чего делаю заключительный разминочный подход уже перед основным это где-то 50 55 килограмм делаю также 34 всего повторения естественно мне не нужен большой отдых потому что я не устаю не задыхаюсь а мышцы и суставы связки возможно возможно и нет подготавливаются к работе при этом не утомляется ни организм в целом да не я не задыхаюсь и подхожу к своим рабочим весам уже размятый и готовый но не уставший не убитый как это происходит в большинстве случаев у тех кто разминку превращает в работу так что друзья все со мной хорошо я быстро восстановился уже еще не прошло и месяц а жму нормально с обычными рабочими весами единственное что знаю наверняка точно что нужно ходить хорошему массажисту на спортивный массаж здесь друзья я вижу это регулярно все кто более-менее серьезно тренируется раз в неделю посвящает такого специалиста массажиста где его именно проминают проминают настолько что выходят синяки и это делается для того чтобы именно вот расслабить мышцу чтобы она не спазмировалась я сам пробовал это действительно очень больно но это очень эффективно после такого массажа я не то что в этот день а на следующий день даже не могу тренироваться потому что общая усталость утомляемость в организме как будто я реально тяжело приседал или делал становые тяги поэтому найдите такого хорошего грамотного специалиста договоритесь с ним что будете посещать его раз в неделю регулярно это будет вам большая скидка если этот человек грамотный он же не захочет терять вас как клиента возможно вы приведете ему еще клиентов так что друзья договаривайтесь делайте профилактика всегда лучше чем лечение чем потом переживания или риск получения серьезной травмы у меня уже второй раз такая ерунда первый раз у меня было на левой грудной мышцы тогда я это все списывал и скорее всего это так на нестабильность плечевого сустава вот почему необходимо делать я вам так подробно и много снимаю о стабилизации лопатки плечевого сустава у меня это произошло из-за того что у меня расшатанная манжета вы знаете и когда я делал жим лежа мне просто смесилась кость плечевом суставе естественно это было под нагрузкой мышца растянулась и произошел такой надрывчик в тот раз он был гораздо больше я больше времени потратил на восстановление боялся не было еще возможности проконсультироваться с грамотным специалистом что естественно удлинило процесс восстановления процесс перехода уже серьезным возвращение к серьезным тренировкам нормальным серьезным весам так что друзья здоровья всем всегда думайте головой не торопитесь даже если снимаете что-то на камеру не старайтесь понтануться как я в тот раз и делайте разминку кто бы что вам не говорил разминайтесь разминка хотим мы того или нет объективно помогает подготавливает нас к работе настраивает на работу что очень важно потому что многие из нас ментально не могут подготовиться к работе поэтому я не сторонник того чтобы таскать телефоны с собой я не люблю когда со мной тренируются люди не такие же повернутые какие я на тренинге потому что тренинг превращается в базар разговоры смеху очки различные да это приятно это весело но теряешь концентрацию а я люблю все-таки быстро вы знаете коротко интенсивно мощно поработать потренироваться а потом веселой спокойной обстановке пообщаться поржать поугарать задумывайтесь над этим друзья спасибо еще раз за теплые слова за то что поддерживаете меня всегда я делаю этот блок сейчас исключительно исключительно только потому что вы меня смотрите всем пока увидимся как всегда тренажерном зале сегодня пасмурно солнышко сквозь тучки пробивается но с другой стороны это и хорошо потому что когда постоянно только солнце это конечно позитив весело здорово но для психики смена немножечко режимов погодных тоже полезно хотя я сторонник солнца позитива океана мексиканского залива с одной стороны у меня залив с другой у меня океан и я лучше буду ездить отдыхать в зиму что мы и делаем с женой катаемся на сноубордах а жить в лете это очень здорово не нужна одежда можно вообще круглый год ходить в сланцах если вы конечно не работаете вот такие вот дела ну все вроде могу отключиться